Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен оценке ключевых фундаментальных событий прошлой недели. Прежде чем к нему перейти, давайте традиционная проверка связи, как меня слышно и нет ли проблем с изображением. Большое спасибо, Николай. Да, действительно, в качестве обратной связи можно поставить плюсики, и я пойму, что можно двигаться дальше. Замечательно, значит нет технических трудностей. Если они появятся в ходе вебинара, пожалуйста, не покидайте комнату, поскольку эти технические аллеи, они случаются периодически, мы их быстро решаем. Поэтому связь восстановим, и я, собственно, продолжу на том месте, на котором остановлюсь. Имейте это в виду. Также не забывайте, что вы можете навести курсор мыши на мое изображение и отрегулировать бегунок громкости, подстроить, адаптировать его непосредственно под себя. Что ж, те, кто хотел присоединиться к нашему вебинару, я думаю, что уже в сборе. Рад вас всех видеть, приветствую, разумеется. Те, кто не смог, по-прежнему я уповаю на то, что, возможно, и время неподходящее. Но у нас доступна запись всегда после вебинара на нашем канале на YouTube, поэтому весь видеоконтент там, при необходимости можете зайти и посмотреть. Информация сохраняет свою актуальность в течение всей недели, поэтому, собственно, вы ничего не упустите. Тем более, что основные отчеты у нас едут, опять же, на середину недели, как я уже отмечал в ходе сегодняшнего утреннего брифинга. В частности, данные по инфляции – это среда. Ну и, конечно же, статистика по американскому рынку труда – Non-Farm Perils. Это у нас в пятницу, хотя в среду мы также сможем подготовиться к ней через регулярную статистику от EDP. Очень часто показатели коррелируют между собой, поэтому даже в среду есть шанс подготовиться к тем цифрам, которые у нас на повестке пятницы. Я думаю, что мы воспользуемся такой корреляционной связью и, разумеется, попробуем не упустить те возможности, которые на рынке уже присутствуют сейчас, особенно после супер прошлой пятницы, когда мы следили за выступлением Джанет Йеллен, выступила она, сказала то, что мы хотели от нее услышать. После этого идея, связанная с покупками доллара, поддержал ее вице-председатель, зам, по сути, американского регулятора Стэнли Фишер. Ну и еще, как я уже отмечал, весь этот фон был усилен контрастностью монетарных политик, где особый акцент мы сделали на Банке Японии, на японский регулятор и обещание. Я думаю, что не будет ошибок, если мы, скажем так, со стороны Курады, которая возглавляет этот регулятор, о том, что новые экономические стимулы, они якобы уже не за горами. То есть Банк Японии следит за экстремумами, которые показывает йена, и если, в частности, пара USD-йена будет снова тестировать поддержку 100 йен против доллара, тогда, возможно, мы и увидим те самые проактивные действия со стороны Банка Японии, которые могут предполагать в идеале, конечно же, расширение программы количественного смягчения, но все-таки, наверное, более вероятная цена – это снижение процентной ставки. Тем более, что по версии самого Курады, именно сочетание программы количественного смягчения QE и отрицательных ставок – это вот и есть та самая золотая середина, которая позволяет вмешиваться в экономику и бороться с крайне низкими значениями по инфляции. Обо всем этом я сегодня, безусловно, поговорю с вами подробнее. Давайте мы не будем нарушать наш привычный сценарий. Еще раз делаю акцент на то, что мы пробежимся по основным фундаментальным событиям прошлой недели. И перейдем плавно к тем отчетам и статистике, которые на повестке этой недели, на которую нужно будет обратить внимание. Ну и замкнем вебинар традиционно прогнозами, идеями, инвестиционными на неделю по наиболее ликвидным валютным парам. Евро-доллар, фунт против американцев, австралийцев и новоселанцев также против доллара. Если есть необходимость делать акцент на какую-то другую валюту, в соответствии это сделаю. Просто нужно соответствующее пожелание от вас. Ну и также не забывайте, что общий чат и рубрика вопросов вам доступна уже сейчас. Если что-то наболело, что-то интересует, можете прямо задавать на сейчас. Но все-таки отвечу, наверное, ближе к концу вебинара, чтобы сохранять преемственность и основной сценарий проведения нашего еженедельного вебинара «Правильный понедельник». Давайте теперь переходить тогда к событиям прошлой недели. Начнем мы классически прямо с первой торговой сессии, хотя первую торговую сессию мы с вами традиционно пропускаем, поскольку понедельник – это день, когда рынки расшатываются. Мы видим то, что в понедельник обычно никаких важных отчетов на этот день не выпадает, и трейдеры либо резонируют от событий прошлой недели, особенно заключительной торговой сессии. Вот сегодня прям идеальный пример того, как это происходит. Либо готовиться к тем событиям, которые только на повестке. И в частности сейчас это также актуально, потому что миновал один серьезный фундамент, как мы с вами сейчас фокусируемся уже на тех релизах, которые будут опубликованы позже на этой неделе. И уж совсем крутое событие, в частности для Евро. Конечно же, следующий четверг, 8 сентября, когда состоится заседание Европейского Центрального Банка, где, возможно, мы услышим о намеках на новый пакет экономических стимулов со стороны Марио Драги. Но прежде чем переключиться на этот фундамент, у нас много статистики, которая позволит нам уж точно подкрепить наши ожидания того, стоит ли вообще расстраиваться на такой подход. Рейскоинструменты, как я отметил, начали неделю на вполне оптимистичном настрое, скажем так, на мажорной ноте. Евро пытался забраться выше отметки 1.1350, но сопротивление Медведев было значительным. И мы понимаем сейчас уже постфактум, почему это сопротивление было столько серьезно. Поскольку Медведи прекрасно знали, что готовится что-то интересное, и ближе к концу недели они смогут отыграть ранее упрачиванные ценовые позиции. Собственно, сделали. Опубликованные во вторник данные по индексам деловой активности стран Еврозоны оказали, на мой взгляд, неоднозначное влияние на их. Согласно предварительным данным по деловой активности в производственном секторе всего валютного блока, мы увидели цифру 51.8. В частности, сейчас на своих экранах вы увидите подробно все вот эти отчеты, расхождение с прогнозами и с прошлыми значениями. 51.8 – это меньше, чем в прошлый раз 52. А вот что касается индекса деловой активности в секторе услуг, то здесь небольшой прирост, который даже казался лучше той оценки, на которую настраивались трейдеры. 53.1. По отдельным регионам картина куда менее радужная. Я бы даже сказал пессимистичная, поскольку, если брать ведущий локомотив валютного блока Германии, то производство активно здесь снизилось, и не просто по сравнению с прошлым отчетом. Она сейчас просела до минимального уровня за последние три месяца. 53.6. А вот что касается другой ведущей экономики, еврозоны, Франции, здесь индикатор еще позже, двухмесячный минимум, но самое важное, на что нужно сделать сейчас так, это на то, что он умудрился уже уверенно закрепиться ниже полтинника, то есть уровня, который отделяет, как я традиционно делаю акцент, чтобы вы запомнили, раз и навсегда, восстановление от спад. 48.5 это плохо. Это значит то, что вот эти колоссы для всей еврозоны в плане регионов, они теряют свою силу, они не позволяют оптимистам оставить на то, что эти экономики смогут вытащить весь валютный блок, и в целом, наверное, радуют тех трейдеров, которые ставят на долгосрочное ослабление европейской валюты. Поскольку здесь системные риски уже прослеживаются совершенно очевидно, эти системные риски указывают на то, что еврозона среди регуляторов, так же, как и отдельные валюты, является аутсанером, потому что замедление мировой экономики уже сказалось на всей экономике валютного блока, и я думаю, что это еще не предел. То есть у нас показатели ОВП оставляют желать лучшего, и статистика только ухудшается. Тем более, что мы с вами с некоторых пор, вот с 23 июня, еще говорим про последствия Брельза, то есть выхода англесостава ЕС, и понимаем то, что этот новостной фактор является настоящей бомбой. Вот вопрос, детонировала ли она уже, я не знаю. Я думаю, что нет, поскольку, если говорить про процедури, четко прописанные выхода англесостава ЕС, она, 50-я статья Лиссабонского договора, она должна быть инициирована, но произойдет это, наверное, не раньше 2017 года. То есть сейчас у нас режим ожидания. Мы понимаем, что что-то произойдет в плохом смысле, и понимаем то, что это прежде всего в плохом смысле, за день сначала Англия, потом и Европейский Союз в целом. Поэтому не позволяем себе заранее занимать длинные сделки, а в плане покупок, поскольку понимаем то, что евро, так же, как и вся еврозона, является пострадавшим, а значит, в принципе, обязаны снижаться. В общем, ждем давления, и по итогам торговой сессии пятницы мы получили еще одну поддержку нашей идеи уже со стороны роста американцев. Евротрейдеры сейчас еще настраиваются на заседание, которое состоится в следующий четверг. Как я уже отметил, это важное событие, поскольку, возможно, мы услышим со стороны Драги анонс этих экономических стимулов. Хотя это, наверное, было бы слишком уж оптимистично до того, как это случится. Будет правильно обратить внимание на прогнозы по экономическому росту и инфляции. Мы также будут пересмотрены в этот же день. Мы, как общественность, узнаем об этих прогнозах и сможем оценить с оптимизмом или, напротив, пессимизмом. Руководство Европейского Центрального Банка смотрит вообще на перспективы всего валютного блока. Я думаю, что, скорее всего, оценки будут пересмотрены в худшую сторону. И даже ожидание этого, как то, что должно случиться, на мой взгляд, уже вполне достаточно, чтобы не верить в рост евро и искать те уровни, которые могут помочь вам в перспективе. В ближайших недель и уж точно месяцев получить хороший проект, который предполагает снижение евро против доллара. Что касается других активов, я думаю, что вы параллельно следили за фунтом, так же, как и за другими рисковыми инструментами. Фунт, между прочим, сохранял такое припойнтое настроение в ходе до четверга, добравшись до нового локального хайя 1.3272. Я помню, были комментарии даже под брифингами на форуме в маркетинге по поводу того, что фунт развернулся и дальше идет к прежним локальным максимумам. 1.35 будет, 1.37, может быть, даже еще выше, потому что теперь стало очевидно, что Англия успешно противостоит всем последствиям Брекзита. То, что статистика не ухудшается и потребительская активность не пострадала. По некоторым отчетам я соглашусь, что есть такой позитив, но я думаю, что будет ошибкой, если вы позволите этому локальному позитиву навязать себе позицию о том, что Англия успешно переживает последствия выхода из состава Европейского интеграционного союза. Почему? Да потому что я буквально 5 минут назад сказал, что еще рано оценивать, что может случиться с английской экономикой по причине потери торгово-партнерских связи, потому что эти торгово-партнерские связи еще не потеряны, только формально, может быть, в сводках новостей Англия теперь автономное государство. Но, как я уже отметил, до тех пор, пока не будет инициирована 50-я статья, все сохраняется по-прежнему. То есть Англия действует с прежними партнерами, сотрудничает и в целом ничего не изменилось. И даже этой позиции уже достаточно, чтобы копнуть глубже и понять, что вроде бы как при неизменности макроэкономического фонда мы находим подтверждение и слабость. Тем более, что вы помните, что ключевые отчеты, на которые сейчас нужно обращать внимание, это индексы деловой активности в промышленности, в строительном секторе, в сфере услуг. Но для развитого рынка как Англия, безусловно, акцент нужно делать на сферу услуг, потому что именно этот сектор экономики является главным двигателем всего рынка. Это так. Сфера услуг – это то, на чем базируется экономический рост, сфера услуг в случае динамичного роста создает условия для достойных показателей экономического восстановления. Но в Англии сейчас эта сфера услуг находится на минимальных уровнях с 2009 года. То есть мы с вами уже шагнем в 2017 и получается у нас есть основания говорить о том, что спад минимальный за последние 7 лет. Но это много. Это действительно настоящее ЧП для статистиков, для тех трейдеров, которые обращают внимание на фундамент, поскольку это железобетонный сигнал того, что английская экономика потеряла импульс в восстановлении и остается слабеющим регионом, за которым находится такая же слабеющая валюта. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы рассмотреть фунд исключительно с точки зрения распродаж. И пятница, которая дала нам четкие основания полагать, что против британцев будет действовать еще и доллар, явно тому доказательства, что сейчас буквально все сходится против евро долгосрочного, против фунта и против, наверное, всех рисковых инструментов. Вот честно, прямо на скидку сейчас не смогу обозначить и назвать какой-то рисковый актив, который сохраняет потенциал для роста. Его попросту нет. Ну, если не брать отдельные экзотические валютные инструменты, но на них мы традиционно не делаем ставку и не обращаем внимания. Почему же тогда большую часть прошлой недели фунта рос? Я думаю, что этот рост был связан с сомнениями, которые присутствовали относительно тех действий, которые могли бы быть предприняты американским регулятором по поводу изменения ключевых параметров денежно-кредитной политики. То есть мы с вами следили за намеками на то, что ставки могут быть повышены до конца 2016 года. И эти намеки получили. Но поначалу рынок сомневался в том, что Джанет Ерин будет больше склонна выступить в жестком ключе. И считали то, что исходя из последнего отчета, особенно позапрошлой недели, когда вышел крайне слабый отчет по производительности труда, очень многие стали поговорить о том, что вот он как раз тот самый сигнал, который станет причиной, из-за которой ФРС откажется от ужесточения монетарной политики до конца 2016 года. Но уже после пятницы мы понимаем, что ожидание тех, кто рассчитывал на то, что ФРС пойдет на повышение, было более оправданным. Потому что ФРС абсолютно ясно и четко дал понять, что же может произойти до конца этого года. То есть в оставшиеся два квартала с монетарной политикой. Но об этом мы также поговорим, когда перелучимся непосредственно на заключительную сессию прошлой недели. Также хотел отметить пару доллар-японской иены, которая очень долго находилась рядом с поддержкой 100 иен против американца и неоднократный отбой. Здесь я люблю проводить такие параллели с парой евросвиси, которая была очень похожа на пару доллар-японской иены сейчас, но не в плане ценовых значений, а в плане поведения трейдеров. То есть какой-то сакральный уровень, который держится по евросвиси. Это была поддержка 1.2, и помните, каждый раз, когда пара подбиралась к этому рубежу, было ясно, что ниже она точно не пойдет, потому что тут же в игру вмешается швейцарский банк, проведет валютные интервенции и ослабит курс национальной валюты. То же самое с долларом японской иены. Как только пара подбиралась к поддержке 100, мы тут же начинали говорить про возможности интервентного вмешательства со стороны банки Японии. И все-таки то, что доллар просто не отдаст дальнейшие ценовые позиции своему основному защитному конкуренту. И действительно так оно и было. Вот сколько раз, наверное, больше 6-7 мы отбивались от этого уровня, поднимались вверх до отметки 100 и 5. В принципе, если бы торговать от поддержки и с потенциалом получения небольшого, короткого на профит, то можно было получить не меньше фигуры по прибыли. Я думаю, что многие из вас распорядились такой возможностью и увеличили, соответственно, ваши депозиты. Те, кто этого не делал, то есть не проводил спекулятивные сделки на 3 дня, а просто зарядили позицию на покупку с отметки 100, сейчас также находятся в очень хорошем профите. Потому что пара USD иена по итогам всей прошлой недели показала чуть ли не самый большой прирост. Мы видели то, что за очень короткий промежуток времени этот дуэт валютных активов с отметки 100 добрался до 108, вот 101.82, по-моему, класса торговой сессии пятницы. И с открытия сегодняшней торговой сессии и новой недели мы видим, как доллар снова, может быть, даже с еще большей бодростью продолжает двигаться вверх и, возможно, тестирует уже новый локальный хайл. Я думаю, что не будет ошибкой также замахнуться на следующий уровень сопротивления 103, а может быть, даже еще повыше. Почему бы нет? На текущий момент фундамент этому явно нас способствует. В начале прошлой недели доллар не мог показать такого убедительного восходящего движения, потому что нуждался в дополнительном тритере, катализаторе. И мы с вами следили за статистикой. Сначала это был сектор рынка недвижимости, индекс деловой активности в производственном секторе. В частности, индекс API в производстве оказался на самом деле на уровне 52,1, со прошлого 52,9. Вроде бы как плохо, но все равно мы понимаем то, что раз значение держится выше 50, это позитив. Продажи новых домов выросли на 12,4% против прошлого роста на 1,7. Это максимальное значение с 2007 года. А вот что касается продаж на вторичке, то тут напротив спад на 3,2% против прошлого роста на 1,1. Этот отчет мы с вами на прошлой неделе также внимательно разбирали и я сказал то, что особо каких-то неправильных и пессимистичных выводов делать не нужно, поскольку спад на вторичке является следствием не слабого спроса, а слабого предложения. Вот это правильный анализ и правильный параллель. То есть в целом рынок недвижимости сохраняет оптимистичный настрой и мы понимаем то, что на текущий момент из-за крайне низких процентных ставок, которые пока держатся и соответственно призывают всех тех, кто не воспользовался с оптимистичным приложением, сделать это, потому что уже спустя квартал американские потребители могут иметь дело совершенно другую ставку, более высокую. Плюс ко всему, помимо ожидания повышения процентной ставки на текущем уровне низких значений ставок и финансирования, активизировали опять же спрос на недвижимость и улучшение ситуации на рынке недвижимости в отношении заработных плат. Действительно потребители стали зарабатывать больше, мы видим годовой прирост, или лучше сказать даже в месячном выражении, больше на 2%, что настраивает на такие оптимистичные осуждения и на уверенность позволяет, с уверенностью смотреть в завтрашние деньги. Это хорошо на потребительском уровне, поэтому эта статистика по рынку недвижимости, по потребительской активности, она в целом создает еще достаточно позитива, чтобы не отказываться от покупок доллара. И эти идеи сейчас актуальны по-прежнему, может быть даже как никогда, мы видим то, что эти идеи приносят уже соответствующие плоды. Нефть сегодня находилась под давлением, скорректировалась к среде, к поддержке 49 долларов за баррель, поспособствовали тому данные от сначала Американского института нефти, по изменению запасов выросли они на 4,46 миллиона, против прошлого спада на 1 миллион. И в среду, как и следовало ожидать, исходя из высокой степени корреляции, вслед за оценкой частного агентства, точно такую же статистику продемонстрировал уже Минэнерго США. Но здесь прирост был не такой существенный, но все равно мы увидели данные со знаком плюс. Это еще один позитивный фактор для нас, как для тех трейдеров, которые стараются распродавать нефть. Запасы выросли на 2,5 миллиона баррелей против прошлого спада на сопоставимую цифру. Отмечу также, что в среду на рынке были созданы условия для роста этого актива. В частности, в Wall Street Journal появилась заметка, ссылка на официальный источник ОПЕК, что Иран направил, как бы, все делегации ближневосточного картеля, сообщение с возможностью участия в неформальном заседании, которое состоится в Волжере в конце сентября. Это действительно может быть сигналом новой позиции, обновленной позиции Ирана, который ранее отказывался участвовать в подобного рода договоренности и отказывался поддерживать любые идеи, инициативы, которые предполагали снижение объемов добычи, либо заморозки на прежних уровнях. Но сейчас это уже не так. Хотя я бы особо не стал верить этим слухам, этим заявлениям. Иран, может быть, и посетит, опять же, этот алжерский раунд. Но я не думаю, что Иран будет поддерживать, опять же, эти договоренности, тем более, особенно, учитывая всем известную позицию этого ближневосточного государства о том, чтобы не снижать объемы выработки нефти и добычи до тех пор, пока не будет достигнута планка в 4 миллиона баррелей в сутки. Вы помните, что до этого рубежа еще есть пределы, есть лимиты, которых нужно достигнуть, и в ближайшие, я думаю, в квартале вряд ли это произойдет. То есть Иран до тех пор, пока не выйдет на эту планку по производству, скорее всего, не разделит подобные позиции, которые предполагают что-то в плане сокращения этих лимитов и изменения квот. Иран не будет голосовать за подобные договоренности, а без Ирана не будет и соответствующей позиции за, со стороны других членов, прежде всего, Саудовской Аравии. Вот у них, по мнению, часто связка, без Ирана не действует Саудовская Аравия, а Саудовская Аравия, в принципе, точнее, Иран ничего не поднимает без какой-то похожей позиции Саудовской Аравии. Вот такой замкнутый круг, но мы понимаем, с чем это связано, поскольку эти регионы лоббируют идею экспансии и решения своего присутствия на рынке энергоносителей. И, конечно же, собственно, ручно засовывать палки в колеса они не будут. Поэтому я и неделю назад, и две недели назад, и даже месяц говорил вам о том, что на Алжевскую встречу не стоит обращать внимание, не стоит питать никаких иллюзий, никаких договоренностей не будет. Поэтому ни в коем случае не нужно заряжать позиции, которые предлагают покупку нефти в надежде на то, что какие-то договоренности будут обозначены. Нет. Нефть остается аутсайдером. Мы понимаем, что фундамент буквально сигнализирует о том, что этот инструмент товарного рынка нужно продавать и как можно скорее текущие значения, недалеко от 50-ти, прекрасный рубеж, чтобы как можно более высоко распродать актив в надежде на получение солидного профита. Австралийская валюта закрыла среду, чтобы далеко не отходить от этой торговой сессии, на уровне 0,7611, на взялание с 0,7309. Ослабление нефти, о чем я уже сказал, стало причиной девальвации канадского доллара. В принципе, по отношению к канадцу еще были свежевоспоминания по ручным продажам и индексу потребительских цен. Вы помните, что в начале недели я также в прошлое делал акцент на слабую статистику канадского происхождения. Отмечаю, что эти отчеты готовят нас к очень слабым цифрам по ОВП и, возможно, к новым действиям со стороны канадского регулятора по поводу изменения процентных ставок. А почему бы и нет? Мы сначала видели, как USDCAD в среду колебался на отметке 1,2950, но уже по мере роста доллара и дополнительного ослабления нефти, собственно, USDCAD добрался до нашей ближайшей цели, которая тогда находилась на отметке сопротивления 1,30. И сейчас мы видим то, что пара имеет все основания, чтобы пойти выше. Наши следующие цели 1,32. Я надеюсь, что многие воспользовались этой рекомендацией и получили уже хороший профит и прибавку к вашим, собственно, депозитам. Евро закрыл среду в минусе на отметке 1,1262. Поддержать евро не смогли даже данные по ОВП Германии. Несмотря на провальные отчеты по индексам деловой активности, мы увидели то, что ОВП Германии остался хоть на скромных уровнях, но все равно на уровнях лучше, чем прогнозировали мы, 0,4% в квартальном выражении и 1,8% в годовом. В частности, динамика прошлых периодов была подтверждена, но мы все равно, опять же, не строим избыточных оптимистичных иллюзий по поводу того, что в Германии экономика восстанавливается. Я в начале вебинара отметил то, что регион-то остается довольно-таки слабым, и нам стоит только убедиться в этом, проанализировав следующие цифры по деловой активности, которого вот уже совсем оскор. Я думаю, что мы там найдем достаточно негатива. Также против европокупателей действуют и данные по бизнес-оптимизму. На прошлой неделе у нас была статистика по ИФО, в частности, индекс настроения в деловых кругах снизился до уровня 106,2 со 108,3. Индекс текущих экономических условий провалился со 114,8 до 112,8. И еще бизнес-оценки экономических условий на перспективу на ближайшие полгода. Здесь и вовсе пограничные значения 100,1 против прошлого 102,1. То есть, возможно, уже по итогам этого месяца мы с вами будем говорить об уровне ниже сотки, что, наверное, будет страшным сигналом для тех трейдеров, которые еще надеются увидеть евро повыше. Отсутствие логичной реакции на выход слабой статистики на прошлой неделе, в частности, на отчеты по ИФО, можно было объяснить несколькими причинами. Ну, во-первых, может быть, статистика по ИФО недостаточно авторитетна. Я соглашусь с этим. Это второстепенные данные, куда проще и правильнее обращать внимание на данные по ЗИУ. А последний раз с ЗИУ мы анализировали уже довольно-таки давно. Скоро уже будет новый отчет, вот на него и обратим уже более повышенное внимание. Возможно, также трейдеры не стали активно распродавать евро, поскольку перед выступлением Джанет Йеллен не ясно было, какая позиция будет озвучена со стороны председателя ФРС. И если бы все пошло не по маслу, не так, как нам бы хотелось и не так, как в итоге мы увидели, европейская валюта получила бы еще больше стимула для роста, если бы доллар просел. Но хорошо, что доллар не просел. А напротив, получил достойную солидную поддержку, которая сейчас продолжает оказывать соперничество давления на позиции рисковых инструментов. Из важных отчетов четверга еще хочу отметить заявки на пособие по безработице и заказы на товары длительного пользования в США. Заявки 261 тысяча против прошлого 262. Напоминаю, что если можно закрывать глаза на фактическую цифру даже, самое главное, если индикатор держится ниже 300 тысяч. А сколько там 270, 280, 290, 295 не имеет никакого значения, потому что даже по версии ФРС достаточно индикатору быть ниже планки 300, значит рынок труда будет восстанавливаться. И на текущий момент мы с вами можем говорить уже не о том, что в рамках недели вы видели хорошую цифру, а о том, что это сильная статистика, характерная для рынка труда уже 77-му неделю подряд. Это самый затяжной цикл с 1973 года. А вы знаете, что произошло в 1973 году? Те, кто не знает, именно в этом году стали как первые накапливать статистику, которая посвящена опять же состоянию данного сектора американской экономики. То есть сейчас показатели, чисто опять же теоретически и исходя из доводов исторического характера, самое лучшее, что только может быть. Заказан товар длительного пользования. 4,4% против прошлого, а спада на 4,2%. Это еще один сигнал в пользу того, что доллар будет чувствовать себя еще лучше, поскольку заказан товар длительного пользования. Они создают очень хороший базис для дальнейшего экономического восстановления, потому что это явный признак повышенной потребительской активности и это самые емкие покупки, которые идут со стороны американских потребителей. Если вы игнорировали этот отчет, это неправильная позиция, потому что фактическая цифра, она подтверждает то, что игнорировать этот релиз не стоит и еще раз настраивает нас на то, что американская экономика будет получать достаточно вот этих фундаментальных оснований, чтобы вывести показатели ВВП в будущем на более достойный уровень. Конечно же, это не 1,2%, которые мы видели в прошлый раз, но не забывайте, что у нас есть еще окончательная оценка за второй квартал, у нас есть еще третий, четвертый, которые по версии и Джанет Кейлин, и Фишера, и Лохарда, и Дадли, и Лоретты Мейстер, это те периоды, когда американская экономика может выкарабкаться и показать тот прирост, на который мы с вами настраивались еще в начале 2016 года. То есть, считаю то, что основной позитив еще только впереди. А сейчас мы получаем первые признаки роста, которые мы должны использовать, чтобы занимать крайне выгодные длинные сделки по доллару против буквально всего спектра финансовых активов, которые торгуются против американцев. Также хочу отметить, что в пятницу, помимо выступления Джанет Ерин, помимо выступления Стэнли Фишера, хотя, наверное, выступление Стэнли Фишера лучше приурочить не к конференции в Джексон Холле, а его интервью в CNBS. Но, в частности, Ерин, как я уже отмечал в ходе сегодняшнего брифинга, дала понять, что повышение процентной ставки возможно и возможно уже до конца этого года. На текущий момент на рынке созданы все условия, чтобы этот шаг нормализации денежно-кредитной политики все-таки был анонсирован. Что касается Стэнли Фишера, то, на мой взгляд, или даже исходя из динамики, которую мы видели, его комментарии оказали еще больше положительное воздействие на доллар, потому что сразу же после того, как он сказал, что до конца 2016 года ставки могут быть повышены дважды, и отметил, что первый шаг будет предпринят, возможно будет предпринят со стороны американского регулятора уже в сентябре, то есть по итогам следующего заседания, тут же доллар развернулся и показал чудовищную, в хорошем смысле, конечно же, восстановительную динамику, которая позволила паре USD-йена рвануть к отметке 102 иены против доллара. И сейчас рост продолжается. Большое спасибо и, Елен, спасибо Стэнли Фишеру, потому что мы не просто так делали на них ставку. Мы знали то, что на их выступлении мы заработаем, и это, собственно, мы сделали. А в качестве десерта пятницы и, наверное, всей недели можно было отметить еще и выступление руководителей Банк Японии, также в рамках симпозиума Джексон Холли. Курада дал понять, что при необходимости японский регулятор готов рассматривать дополнительные меры экономической поддержки качественного и количественного характера, либо расширение программы количественного смягчения, либо снижение процентных ставок. Что в целом, наверное, какой инструмент и какая мера будет принята, нас особо не забудет. Самое главное, чтобы случилось что-то хотя бы одно из этого, потому что такие, конечно же, агрессивные шаги будут создавать серьезнейшие основания для ослабления японской валюты. И я считаю то, что японскую валюту, конечно же, нужно сейчас сбивать, потому что текущее значение – это явное подтверждение того, что валюта слишком дорогая, она подрывает конкурентоспособность национальных производителей. Я думаю, что она является также еще одной причиной того, что потребительская активность находится на столь скромных значениях. Иена должна быть гораздо дешевле, и она должна находиться, по моему субъективному мнению, против доллара, котироваться против этого актива, ну уж точно выше 105. Сейчас вы понимаете, что до этого уровня еще очень-очень далеко. На основании тех комментариев, которые мы услышали от руководства ФРС, USD-иена прибавила около 200 пунктов в две фигуры. Конечно же, это круто, это много. И такая динамика позволила нам на выходные уйти с хорошим настроением. Я надеюсь, что вы, так же, как и я, смогли заработать на этом движении и уже сегодня, собственно, руководствуетесь совершенно другим депозитом в плане покупательской способности. Евро и фунт, будучи рисковыми инструментами, на сильном долларе. Разумеется, потеряли много пунктов, около 150, и в целом давление на них сохраняется сейчас. Закрытие пятницы и все недели по евро-доллару и фунтум-доллару на отметках 1.1193 и 1.3130 соответственно. Также под давлением был австралиец, новозеландец и канадская валюта, которая продолжила терять не только по причине слабости нефти, но еще и по причине роста доллара, который мы с вами видели и который продолжается по текущий момент. Это, собственно, все отчеты, на которые я хотел сделать вставку из релизов прошлой недели. Теперь давайте плавно перейдем к отчетам, которые на повестке этой недели. Завтра у нас по еврозоне уровень доверия потребителей, индекс потребительских цен по Германии, по США, также потребительская оценка, оптимизма и отчет американского института нефти, API, по запасам. На что делаем особый акцент? На доверие потребителей США и американский отчет по запасам нефти. Почему доверие потребителей США важно? Да потому что сейчас для нас имеет значение каждый отчет. Тем более, что даже ФРС четко дал понять, что фактическое решение по повышению процентных ставок будет зависеть от следующих отчетов. Если об этом сказал ФРС, давайте смотреть за статистикой вместе с ним и искать новые убедительные сигналы, почему доллар будет по-прежнему одним из самых привлекательных активов для покупки. Отчет американского нефтяного института. Здесь я снова настраиваюсь на рост запасов. И то, что на прошлой неделе мы увидели бурную реакцию на увеличение запасов, думаю, что то же самое может произойти и на этой неделе. Для нас это еще один источник давления на нефть, потому что мы хотим закрепиться по бренду ниже 48 долларов за баррель. Так, в среду индекс потребительских цен еврозоны и изменения занятых по версии EDP. Также Канада ВВП и запасы от Минэнерго США. Но здесь что ни отсюда, то серьезный фундамент. В частности, индекс потребительских цен еврозоны. Важная статистика, потому что фактический показатель по инфляции будет мощным сигналом потенциальных действий со стороны Европейского центрального банка. То есть, если инфляция просядет, если чудом мы увидим отрицательное значение, тогда 8 сентября, я думаю, у нас будет серьезный довод полагать, что ЕЦБ может пойти на новые меры стимулирования. Почему бы нет? Не обязательно действовать прямо сейчас. Достаточно просто анонсировать то, что эти изменения могут произойти. В ВВП Канады здесь я все настраиваюсь на слабый отчет, поскольку последний индикатор по роничным продажам указал на спад. А роничные продажи – это один из основных индикаторов, который готовит нас к фактическим цифрам по ВВП. То есть, если мы не дождались хороших цифр по роничным продажам по потребительской активности, тогда почему мы должны делать ставку на хороший отчет по ВВП. В общем, логичный вывод. Давайте не будем тогда ошибаться в этом ключе. И, исходя из всех имеющихся оснований, поставим на то, что ВВП будет плохим, и слабый ВВП будет интересен не только фактически слабой цифрой, но еще и тем, что слабая статистика может позволить нам рассчитывать на снижение процентной отставки, которая, вероятно, случится уже спустя какое-то время. Запасы нефти, как говорил ОАПИ. Раз настраиваемся на рост, давайте также поставим на увеличение и по официальным данным. То есть, ждем дополнительного давления дополнительного на котировки бренда. И рынок труда США, EDP. Отчет, который предваряет Non-Farm Parallels. Обычно статистика похожа. Я считаю то, что последние отчеты и в целом тот оптимизм, которого мы придерживаемся в отношении американской экономики, особенно на основании того оптимизма, который был озвучен со стороны голосующих членов ФРС, со стороны Фишера и Елен. Если он присутствует, тогда, наверное, логично делать ставку на то, что американская экономика по итогам прошлого месяца активно создавала новые рабочие места. Но пусть это будет не такой динамичный прирост, как месяцам ранее. Но на позитивную статистику мы можем рассчитывать. А если так, верим в сильный отчет, в сильный релиз, который будет готовить нас к не менее сильным данным по Non-Farm Parallels. И, соответственно, создавать дополнительные условия для еще более выраженного роста доллара. В четверг очень много статистики американского происхождения. Вы, собственно, их сейчас видите в качестве релизов перед своими глазами. Особый акцент я предлагаю сделать на индекс производственной активности по Китаю, поскольку считаю, что этот отчет будет цивилизировать его состояние китайской экономики. И вы помните, сегодня в ходе брифинга я уже говорил про этот индикатор, потенциальный, который выйдет в четверг, сделав ставку на возможность увидеть плохие цифры и 7-минутное мгновенное давление на австралийца и новозеландца, поскольку эти валюты находятся в прямой взаимосвязи от благосостояния экономики Китая. Если PMI как и в производстве снизится, значит, эти валюты, наверное, как и другие рисковые инструменты, обязаны будут пострадать и потерять не один десяток ценовых позиций. Первичные заявки на пособие по безработице в 15.30, индекс PMI и маркет в производственном секторе в 16.45, индекс деловатильности ISM в производственном секторе и разгоне инфляции. Буквально с интервалом в полчаса у нас много релизов. Я считаю то, что все эти отчеты могут порадовать покупателей доллара. И если мы по факту увидим действительно хорошие цифры, тогда будем ставить на то, что сентябрьское заседание ФРС будет очень интересным. Тем более, что Фишер намекнул на то, что следующее решение по повышению ставки может быть анонсировано как раз по итогам этого заседания. В общем, мы верим в рост доллара и ждем соответствующей макроэкономической поддержки для этого актива. И в пятницу, секундочку, в пятницу буквально все релизы, которые будут опубликованы до Non-Param-Parls, можно опустить и сфокусироваться непосредственно на отчете по уровню безработицы, по динамике заработной платы и количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. 15.30 по Москве. На этот отчет я делаю сейчас максимальную ставку, потому что если мы увидим очень хороший отчет, то тогда вероятность даже повышения ставки по итогам сентябрьского заседания может перевалить за 50%. Если это случится, тогда доллар японская иена может закрыть эту неделю даже выше 103 иен против доллара. Хотя это будет неправильный прогноз, потому что мы сейчас видим, как пара явно претендует уже на пробой сопротивления 102.5. Ну, торгуются сейчас ниже, но потенциал роста сохраняется. Если Non-Param-Parls не разочарует, я думаю, что пара доллара и японская иена сможет приблизиться к отметке следующего сопротивления 104. Согласитесь, с учетом текущих значений это достойная цель, на которую можно сейчас ориентироваться. Поэтому рекомендую, собственно, вам это делать прямо сейчас. Ну и замыкать неделю будет отчет Baker Hudges по количеству нефтяных платформ. На прошлой неделе количество не изменилось, 406, как и недели ранее. Но я считаю то, что в этот раз мы сможем увидеть прирост. И если действительно количество буровых приблизится с 410, тогда вкупе с прогнозируемым увеличением запасов и вкупе еще с поддержкой сильного доллара бренд уж точно сможет оказаться ниже 48 долларов за баррель. Хотя, если все сложится так, как нам бы хотелось, до отметки 48 бренд сможет добраться даже в предстоящей торговой сессии. Ну и, конечно же, как обещал, ценовые ориентиры по популярным валютным парам. Евро доллар 1.11, фунт против американца 1.30, USD на 103.50, австралийцев против доллара 0.75. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, вы можете задавать их в общий чат, либо в рубрику «Вопросы». С радостью на них отвечу. Жду вопросы. По поводу невыгодности дорогого доллара. Это, безусловно, потому что дорогая валюта, она подрывает конструкцию способностей национальных производителей. Плюс ко всему, дорогая валюта, она делает, без того, непомерно значительное долговое бремя США, которое сейчас превышает, по-моему, даже 18 триллионов долларов, еще более значительно. Логично предположить, что если бы, соответственно, доллар ослаб, тогда и долг был бы номинирован уже в совершенно других значениях. Да и в целом у инфляции было бы больше оснований потребительской активности тоже. Но это, скажем, вписано вилами по воде. Я думаю, что если цепляться за столь предсказуемый подход, то, наверное, не удастся построить и выгодных и правильных инвестиционных решений. Говоря про средние срочные перспективы того или иного инструмента, не нужно делать акцент на такие слишком уж примерные экономические понятия. У нас сейчас есть определенный фундамент, есть события, которые на повестке. И мы понимаем, как они даже в порядке спекуляции могут повлиять на динамику доллара. И этим ожиданием как раз является сейчас возможность повышения процентной ставки. Поэтому я предлагаю вам закрыть глаза на эти разговоры, которые идут по поводу дорогого и недорогого доллара, следить за статистикой и интерпретировать ее как возможность подготовки к повышению процентной ставки. Поэтому если данные будут хорошие, не игнорируйте краткосрочные и среднесрочные возможности, которые буквально появляются сейчас на рынке, позволяют заработать всем, кому не лень. Заработать только занимая длинные позиции по доллару. Что касается отчетов по доллару японской иене, я немножко поспорил бы даже с тем, были ли отчеты или нет. Потому что сегодня в 15.30 был опубликован целый блок статистики по США. И в частности, если вы отходите экономический календарь, вы поймете, что там личные доходы. По-моему, в целом сегодня мы подробно разбирали. Так, секундочку. Сейчас отмечу. Личные доходы, личные расходы. Это как раз те индикаторы, которые сигнализируют потребительская активность. Я, к сожалению, пока на фактические цифры не смотрел, но завтра в ходе брифинга мы детально разберем эти отчеты и поговорим о том, что же это за статистика и повлияет ли она на доллар. Поэтому в целом, резюмируя, хочу сделать вам акцент дополнительный, как и дело в ходе всего вебинара, то, что если рынок дарит возможности, которые позволяют использовать их через занятия длинных позиций по доллару, то есть через покупки американцев, ну зачем их игнорировать? Не нужно мудрить. Нужно просто пользоваться этими шансами и высокой вероятностью того, что пара USD и иена доберется, ну как минимум до отметки 103,5 или даже 104 иены за доллар, может быть, даже в рамках и этой недели. Еще вопрос, уважаемые трейдеры. Напоминаю вам, что если есть вопросы и вы не успеваете их записать, всегда с радостью готов на них ответить. Каждый день на нашем официальном канале на YouTube, оставляйте их под видеобрифингами. Я думаю, что те, кто знает, уже пользуются такой возможностью таким каналом коммуникации. То есть это самый, наверное, актуальный способ решить и прояснить какую-то непонятную тему. Поскольку я за этим каналом слежу, собственно, за брифингами и уж там точно оставляю свои комментарии. Ну и также форума о маркетинге еще. Собственно, поскольку вопросов...